Субтитры подогнал «Симон» Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Белоруссия и Франция намерены расширять двустороннее сотрудничество. Сегодня в Париже пройдут переговоры вице-премьера нашей страны Петра Прокоповича с министром внешней торговли Франции. Стороны планируют обсудить конкретные шаги, направленные на активизацию торгового партнерства, в том числе по созданию Белорусско-французской торгово-экономической комиссии. В рамках визита состоится подписание ряда важных двусторонних документов, а также презентация Беларуси в крупнейшей ассоциации французских предприятий МЭДЭФ. Кроме того, завтра на ограждении мэрии 16 округа Парижа откроется выставка восьми современных белорусских художников в рамках арт-проекта «Забор». В Украине начинается предвыборная агитация в СМИ. Эфирное время политическим партиям предоставят двумя равными частями по 30 минут. Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины состоялась жеребьевка, в ходе которой определили порядок и очередность предоставления эфирного времени политическим партиям на национальном телеканале Украины. Также в ряде СМИ будет размещена реклама кандидатов в Верховную Раду. Напомню, внеочередные выборы в законодательный орган, назначенный на 26 октября, Центр избирком зарегистрировал свыше трех тысяч кандидатов, народные депутаты от 29 политических партий Украины. Свыше полумиллиона человек вышли на улицы Парижа и Бордо, чтобы высказаться против однополых браков. Они призвали правительство запретить так называемым нетрадиционным семьям пользоваться услугами суррогатных матерей и прибегать к искусственному оплодотворению. В защиту традиционных семейных ценностей выступили и в Эстонии. Многотысячный митинг состоялся в Таллине. Люди собрались у стен парламента, где соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Вскоре состоится второе. В Индийском океане возобновлены поиски пропавшего малазийского Боинга. Операция развернулась у западного берега Австралии. В ней задействована техника, оснащенная специальными глубоководными сонарами с датчиками, способными обнаруживать следы реактивного топлива. Напомню, пассажирский самолет исчез 8 марта этого года, выполняя рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. На северо-востоке американского штата Лузиана произошла крупная железнодорожная катастрофа. Товарный поезд на полном ходу столкнулся с грузовиком. От удара состав сошел с рельсов. ЧП обошлось без жертв, однако травмы различной степени тяжести получили машинист и его помощник. Они были госпитализированы, водитель грузовика не пострадал. Известно, что поезд перевозил Аргон. Из-за опасений, что вагоны с газом могут взорваться, из зоны возможного поражения эвакуировали население. На месте инцидента работают специалисты. Парад ретроавтомобилей прошел в Мексике. В небывалом по своему масштабу мероприятии приняли участие свыше 1700 машин. Легендарные ретроавтомобили проехали по центру столицы. Посмотреть на уникальные машины собрались более 200 тысяч человек. Посидеть внутри авто зрителям не предлагали. А вот фотографироваться можно было сколько угодно. Сдачу крови в Беларуси планируется сделать бесплатно. Это может произойти к 2020 году. Такая инициатива разработана Всемирной организацией здравоохранения и уже успешно реализуется во многих странах. Активно поддерживают идею безвозмездного донорства и в Беларуси. Так, на минувшей неделе на базе Минского государственного медицинского колледжа состоялся донорский марафон. Всего кровь сдали 150 человек, хотя желающих было намного больше. Не все смогли пройти строгий медосмотр. Участникам акции вручили памятные призы. День матери приближается, и я хочу просто подарить маме подарок. Я сдаю второй раз кровь уже. В прошлом году сдавала. Сейчас вот мне дали браслет. Чувствую себя отлично. То есть нет ни головокружения, ничего. Мы в странах СНГ лидерей по заготовке и переработке крови. Необходимо, чтобы на 100 тысяч населения страна сдавала 40 донаций. У нас этот показатель на 1000 населения 40 донаций имеется. Ежегодно мы заготавливаем 200 тысяч литров крови и 100 тысяч литров плазмы. Этого достаточно для нашей республики. Добавлю, в середине октября в Минске пройдет первый евразийский конгресс по безвозмездному донорству. Главные трансфузиологи России, специалисты из Польши, Германии и Франции обменяются опытом своих стран и обсудят дальнейшие пути развития инициативы в Беларуси. В нашей стране стартует архитектурная неделя с 6 по 12 октября. Пройдут тематические пленеры, заглянуть в будущее. Также состоятся дни открытых дверей в проектных институтах и творческих мастерских. Благодаря этому у белорусов появится возможность познакомиться с интересными с архитектурной точки зрения объектами, обычно закрытыми для посетителей. В рамках недели также пройдет открытый конкурс детского рисунка Архновация 2014. Памятник Владимиру Мулявину откроют сегодня в Екатеринбурге. Композиция создана по проекту белорусского скульптора Сергея Логина. Четырехметровая скульптура изображает народного артиста СССР, основателя ансамбля «Песняры» в сценическом костюме и с электрогитарой в руках. Памятник будет установлен в центре города. Напомню, в прошлом году на площади звезд в Екатеринбурге была заложена именная плита Владимира Мулявина. На этом выпуск завершен. Звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии, а также на нашем сайте ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30. Субтитры создавал DimaTorzok